Брачос, рад всех видеть здесь. Я в эту церковь с особой теплотой. Еду, лечу. Конечно, так громко было сказано. Если бы это было в начале курса, я бы сказал, еще бы, как сказать, статус оправдать бы. Теперь понимаю, что поздно об этом говорить. В такой роли, конечно, мне непривычно. Обычно, как сказать, я всегда вторым номером. Тимофе у нас главный. Он ответственный, организатор прекрасный. А я так более как музыкальная нагрузка. Даже, признаюсь, вчера на педсовете говорю, первый раз на курсах, когда вообще неделя прошла, а мне слова не предложили. То есть спокойно. Можно чисто музыкой заниматься и об этом вроде как не думать. И молитвенные часы брать. Вот Дмитрий, Владислав Васильевич, они взяли нагрузку на себя. Столько сказал, а мне говорят, еще не вечер. Я понял, что вот утро настало, точно не вечер. Прям сегодня утром сказали, что мне придется слово сказать. И маленький секретик с братской комнаты перед богослужением расскажу. Мы рассуждали о том, что означает имя Евгений. Означает благородный. Тоже оправдать бы этот статус, да, этого имени. Я прочитаю из Нового Завета книга Денья святых апостолов. Я часто на эту тему рассуждаю. 36 стих 4 главы. Деяния святых апостолов. 4 глава с 36 стиха. Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит сына утешения, левит родом Киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. По роду служения, по музыкальному, часто бывает на курсах, приходится находиться, участвовать. Но и об этом я часто говорю. И, во-первых, что хотелось бы сказать. Есть такие фундаментальные истины, да, догматика, от которой, или, скажем, заповеди Господни, нарушение которых, неповиновение которых, которым ведет за собой определенная, лечет за собой определенную ответственность. То есть взыскание церковное и тому подобное. А вот тема об утешении, я не помню, может быть, года 4 назад где-то на Дальнем Востоке говорил, здесь, поэтому извините, я так с утра что смог быстренько придумать. А тема об утешении, вроде бы, как это сопутствующее, просто, ну, как побочная тема. Но чтобы достигнуть результата или достигнуть, мы должны друг друга поддерживать и утешать. Первое хоровое такое пение было, детки или молодежь, в общем, скажем так. Пели «Хочу быть утешением, чтоб грусть сочей сошла, хотя бы на мгновение, и точно не помню, чтобы искорки зажглись». «Хочу быть утешением». Вот такой девиз, думаю, если каждый для себя возьмет, чтобы по жизни идти, другого утешать, поддерживать, это было бы очень хорошо. Я вырос на Украине, в Одесской области, село большое. Ну, и часто приходилось, ну, как, каждую весну, новый выводок, там, утята, гусята, маленькие. Детки все любят маленькие такие существа, пушистенькие, они пищат так интересно. Но они, это стая или стадо, стая, наверное, больше, да? Они очень боятся, боятся, допустим, каких-то больших животных, кошку или какая-то ворона пролетает над ними. Они раз, и кто быстрее убежит, как говорится, ноги уносить. Вот один споткнулся, допустим, с передних рядов, и вся стая там сто или двести штук через него переступили, у них задача убежать от гонителя, убежать. Вот этот первый, который споткнулся, все через него прошли, он встает такой помятый, и ковыляет, пытается тоже догнать их. Вот если так образно я себе представил, если я буду идти к своей цели, другого не замечать на пути своем, чтобы его приподнять, ободрить, как-то утешить, это будет недостаточная, неполноценная христианская жизнь. Вот я для себя такое взял, хочу и вам, как сказать, такое пожелать, утешать, утешать друг друга. Я вначале сказал об имени, да? Здесь написано, послушайте, да? Иосия, прозванный от апостола Варнавой, что значит утешение. То есть его настоящее имя Иосия. Я на это обращаю сейчас внимание. Настоящее имя Иосия. Не Иосия означает сцену утешения, а его прозвали Варнавою. А Варнава означает сцену утешения, понимаете, да? То есть этот человек, не статус у него такой, а он по жизни такой. Ему дали, его прозвали Варнавою, потому что он был настоящим сценом утешения. То есть от него исходила постоянная поддержка. Я иду, споткнулся где-то, мне плоховато, не совсем хорошо, идти не хочется или больно. Ну, я в духовном смысле говорю. А он увидит, вовремя поддержит, поднимет, ободрит и вместе продолжит путь. Не оставляя где-то там, на обочине, у бордюра какого-то. Нет, возьмет дальше. Поэтому он это получил с жизнью своей. С жизнью своей он получил это прозвание Варнава, что значит станет утешение, да? Здесь мальчики у нас, они уже все на больших инструментах играют. Это было давно, уже лет 7, наверное, назад. В 16, да, в 16 году это было. Светлана, наша сестра, моя жена, они объявлялись как женихом и невестой с Иваном Кошкиным. Я помню такую ситуацию, я давно, давно, я часто деткам рассказывал. Вот два мальчика сидят, Филипп и Максим, такие, ну, до первого класса, 6-5 лет. Теперь, значит, такая Иван Петрович рассказывает, ну, это служитель наш, мы знаем, Арнаут. Как обычно в этих случаях нужно всех подводить к этому итогу и говорит, ну, нехорошо быть человеку одному. Из этой области, из этого раздела предсвадебного читает что-то это, ну, все думают, что интересно. Из боковой двери заходит Ваня с таким букетищем, рост. Иван Петрович говорит, кому он отдаст или подарит бы китае, будет невеста. Ну, все сидят, эти тоже смотрят. Он подходит к свете, дает, вся такая торжественная такая церемония, выходит. Друзья, и места слезам точно нет. Ну, не в тему. Один из них плачет. Что такое? Это его любимая тетя объявилась. Он понимает своим детским умом, пятилетним, что значит, она уже с нами больше жить не будет. Она будет с ним там, то есть мы с ней уже не так будем тесно общаться, как до сих пор. И он слезал. Второй сидит рядышком. Я смотрю, такая картина интересная была. Обнял, и что-то там ему шепчет, что-то там обнял, и сидит. Я подумал, интересно. Казалось бы, он должен сказать, ты радуйся, твоя тетя наконец-то замуж выходит. Нет, не так. Его задача утешить. Какая разница, причина какая у него. Моя задача утешить его. Он там что-то ему говорит. В общем, они успокоились, пытался утешить. Я к чему? С детства. С детства. В детях вложено вот это, чтобы поддерживать. Ободрять. Ну, они с детства, как говорится, с пеленок дружат. Там чуть подрались, поцарапались. Опять дружат. Где-то там недавно тоже. Ну, так. Дружба. Самая главная у нас задача утешать. Не всегда у нас получается, друзья. Это не просто раз, нажал на кнопку, я теперь буду утешителем. Нет. Это дело нужно в нас поощрять. Нужно в нас развивать, поддерживать. И дальше, дальше, чтобы у нас было развитие в этом деле. Учимся. Почему я говорю с детства такое? Не всегда получается. Я вспоминаю часто такой момент. Василий Григорьевич Ротарь. Это из Приднестровья. Слушайте, интересный такой брат. Он был на Дальнем Востоке? Не знаю, здесь у вас побывал. Да. Он такой говорит. Захожу из работы, возвращаюсь домой. И подхожу уже к дому. Открываю парадную дверь. Запах такой. Ну, сестры-то хорошо понимают, да? Когда молоко сбежало. Такой горелый запах. Ты думаешь, что жена причитает. Опять. Ну, не углядела. Много детей. Бывает такое часто уже. И для сестер это вообще катастрофа. Если молоко сбежало, это все. Проблема серьезная. Вот она вот эта драйвит, эту плитку там рядышком. Он подошел. Говорит, я понял, что теперь мой выход. Так сказать, нужно утешить. Говорит, не переживай, дорогая любимая. Не последний раз. Вот она, говорит, подняла лицо на меня. Говорит, мне и так плохо. А ты еще? Говорит, сестры, я понял, что я что-то не то сказал. Говорит, я что-то не то сказал. То есть, бывает, пытаемся, не получается. И вот это путем промахов, ошибок, да? Нужно развивать себе, чтобы утешать. Утешать, утешение. Апостол Павел дает пожелание и говорит, не все мы умрем, мы все изменимся. И дальше, чтобы мы не скорбели, ну, я своими словами, чтобы мы не скорбели о тех, которых уже нет с нами, которые уже давно в вечности. Мы скоро увидимся. Прекрасный молодежный псалом. Мне это очень нравится. Это будет последним событием. Над землей мы встретимся. Так сказал Иисус, покидая мир. И уже недалек к этой встрече мир. Например, там такие прекрасные слова и мелодии. Мне очень нравится гармония. Ободритесь, друзья, утомленные. Восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга спасенной этой чудной надеждой. И в этом вопросе тоже нужно утешать. Друзья, во всех наших житейских моментах, духовных, везде, везде нужна поддержка. И это хорошо, когда есть. Когда есть это дело. Когда есть у нас желание такое утешать. В Арнава. Ну, не просто, как на чашке. Мне подарили чашку именную. Евгений. Там написано, значит, благородный. Я с того момента уже помню, что означает мое имя. Но я только помню, что означает. А по сути, не всегда получается. Во-первых, для меня урок. Или пожелание. И каждому из нас, что мы были, как некогда. О Варнаве сказано. О Биосии сказано, что он Варнавой прознан. Потому что он не просто статус имел. А его по жизни. Вот этот вот характер такой был. Сын утешения. Пусть Господь нам в этом поможет. Утешайте друг друга. И девиз такой. Хочу быть утешением. Аминь.